С момента установки в 2010 году детская площадка рядом с домом номер 5 по улице Аменева стала местом притяжения жителей. Здесь играют дети, а взрослые отмечают Масленицу и Новый год. За 12 лет многое изменилось, рассказывает жительница дома Галина Зубицкая. Некоторые конструкции пришли в негодность, постаралась не только время, но и вандалы. Благодаря недавней инспекции администрации района удалось привлечь внимание к проблемам на детской площадке. И вот сейчас подрядчик уже на месте, ремонтирует и обновляет изношенные элементы. Очень рады, что у нас стали ремонтировать нашу первую площадку. Мы очень рады, потому что ходят, вот у меня внуки сюда ходят, я работала долго заведующей библиотеки в соседнем доме. Тоже мы выходили сюда, проводили библиодворики, разные мероприятия. Поэтому, ну, очень прямо отрадно на душе, что сейчас решили ремонтировать эту площадку. Ежедневно силами администрации профильных служб и управляющих микрорайонами в промышленном районе города повсеместно проходит проверка состояния детских площадок. На сегодняшний день специалисты обследовали 51 территорию, проверили 792 объекта. Больше половины из них принадлежат местной МБУ, остальные в частной собственности. В дальнейшем формируется наряд задания, подрядчик выходит и исправляет те недочеты, которые есть по малым архитектурным формам. Самые распространенные дефекты у нас это, естественно, лакокрасочное покрытие, это дефект непосредственно деревянных покрытий, ну и это выход бетонного основания из песка. Во время летних каникул безопасность детских площадок города – одна из ключевых задач. По поручению главы Самары Елены Лапушкиной, в этот период профильные службы в усиленном режиме проводят инвентаризацию детских зон отдыха. Такая проверка уже показала свою эффективность. В промышленном районе города отремонтировали порядка 120 объектов. Сообщения из социальных сетей обо всех аварийных участках специалисты Центра управления регионом Самарской области и Муниципального центра управления Самары получают от жителей через платформу «Инцидент-менеджмент». В месяц МЦУ Самары получает порядка 4000 сообщений. Благодаря созданию Муниципального центра управления у нас в каждом районе, внутригородском, в каждом департаменте закреплены ответственные, которые проводят мониторинг, обработку и анализ обращений жителей, поступающих через соцсети, практически 24 на 7. Также мы активно обрабатываем обращения жителей на эту тему в соцсетях. Жители под постом в социальной сети ВКонтакте, в аккаунте главы города, пишут адреса тех площадок, на их взгляд, которые являются небезопасными. ЦУР Самарской области аккумулирует сообщения о состоянии детских площадок со всего региона и берет на особый контроль. Только в июне зарегистрировали 220 жалоб по этому поводу. Данные проблемы не требуют больших финансовых затрат, но в то же время они несут риск для здоровья детей, которые находятся на этих детских площадках. Так, например, в сквере Высоцкого в Самаре был завезен песок на детскую площадку, а в Кировском районе была восстановлена одна из деталей карусели. Инспекцию и плановый ремонт детских площадок Самары планируют завершить к концу летнего сезона. Также жителям напоминают, что инициировать благоустройство дворовой территории можно в рамках нескольких программ, действующих в регионе. Формирование комфортной городской среды, содействие, твой конструктор двора, а также благодаря грантовой поддержке территориальных общественных самоуправлений. Михаил Ермоленко, Николай Епифанов. События.